МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азербайджан — страна с глубокой страстью к японскому боевому искусству. И поддержка его лидеров вдохновляет не только нынешнее поколение дзюдоистов, но и оказывает влияние на будущие таланты. В весе до 73 килограммов местный герой и первый номер мирового рейтинга Хидаяд Гейдаров в финале схватки за свое четвертое золото и третью домашнюю победу подряд благодаря быстрой реакции одолел Абуба Акрашерова из Таджикистана. Медаль ему вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев. Я уже в четвертый раз выигрываю этот большой шлем. Меня очень любят дети. И даст бог, я принесу им золотую олимпийскую медаль. В весе до 63 килограммов у женщин еще одна спортсменка, занимающая первое место в мировом рейтинге, канадка Катрин Башмен-Пинар также приехала за золотом. Однако после изнурительной тактической борьбы Любьяна Пиависана из Австрии нашла в себе силы заработать ипон и одержать победу. Церемонию награждения провел вице-президент Международной Федерации дзюдо Ласла Тодд. Она побеждала меня уже три раза и всегда в поединках, как этот. Так что я считаю ее действительно отличной дзюдоисткой. Она сейчас номер один в мире, иметь ее в качестве подруги очень приятно. В категории до 70 килограммов сразились две бывшие чемпионки мира Мари-Ив Гае и Барбара Матич. Хорватка поймала соперницу на невнимательности, заработала ипон и выиграла поединок. Медаль победительницы вручил Фабрис Кокен, генеральный директор компании «Садерис». Финал в категории до 81 килограмма получился азербайджанским. За титул боролись соотечественники Амар Раджабли и Зелим Цкаев. В итоге на счету последнего ипон, принесший ему вторую победу на турнире «Большого шлема». Заслуженные медали спортсмены получили из рук председателя Ситко-Венгрия Михаэля Михаэли. На турнире в Баку проходит кампания Федерации дзюдо Азербайджана против буллинга «Я обещаю». В ней приняли участие более 4 тысяч детей, подростков и спортсменов. В воскресенье мы возвращаемся в Баку, чтобы понаблюдать за поединками тяжеловесов.